Главное событие и главный спикер Мега-тренинга 2019. Готовьтесь аплодировать. Автор самого популярного обучающего проекта по бизнесу в Ютубе Big Money. Бизнесмен Евгений Черняк. Всем добрый день. Летел всю ночь из Америки только потому, что уважаю каждого из вас и моего друга Искафа Кантасевича. Сразу хочу сказать, я не инфобизнесмен. У меня нет заготовленного стандарта выступления. Выступать перед такой аудиторией очень волнительно. Я буду ошибаться, но я точно буду искренне. Я это обещаю. Рассказывать о других компаниях недостаточно сложно. Я буду говорить о том, как все происходит в моей компании. Это может кому-то понравиться. Это может кому-то не понравиться. Но я точно уверен, что если хотя бы один человек из этого зала ускорится в своем движении, в своей мечте, я буду считать, что я не зря пересек Атлантик. Я думаю, что всех вас интересуют вопросы, которые интересуют вас, а не меня. У каждого из вас будет возможность задать вопрос в микрофоне. Обещаю, отвечу на любой вопрос. Вопрос номер один. Что бы вы посоветовали начинающему человеку, который занимается продажами, развивать в себе, чтобы выйти на высокий уровень топ-менеджера? Коммуникационный интеллект. Есть категория продажников, которые не очень интеллектуальны. Они говорят с ошибками. Они пишут иногда с ошибками. Но тем не менее, человек, обладающий коммуникационным интеллектом, может продать все, что угодно. Подбирайте таких людей и сами будьте такими. Основная ваша задача найти таких людей. Их достаточно много. Они могут в этот момент не заниматься продажами. Но коммуникационный интеллект – это врожденное качество, которое нужно рассмотреть. То есть в его базовой версии уже есть возможность, желание и мотивация продавать. Вам нужно найти такого человека, обучить его, удержать его высоким процентом. И они вам продадут все, что угодно, хоть и снег в Антарктиде. Мы видим с экрана позитивного Евгения, целеноустремленного. Бывает ли Евгения, у которого падает вдохновение? Спасибо. Что он делает с этим? Что делает, пусть останется тайной. Иногда, честно признаюсь, выпиваю. Каждый уходит из этого состояния сам. Я, например, бегаю в твительные кроссы. Поэтому я считаю, что та мотивация, которая у вас есть, это мечта. Это не то, что не дает заснуть вечером. Это то, что поднимает рано утром с утра. Если у вас есть ваша мечта, вы никогда не демотивируйтесь. Найдите свой движок. У вас же есть какой-то движок? О чем вы мечтаете? Кем вы хотите быть? Кем вы видите себя через 10 лет? Где будут учиться ваши дети? В каких лучших университетах мира? Где будет продаваться ваш бренд? Будете стоять на этой сцене? Я уверен, что будете. Это ваш движок. У каждого он свой. Задумайтесь над этим. И когда поймете, что есть ваш движок, это точно будет вас мотивировать так, что вы не будете выгорать. Я когда-то прочла книгу Ярмола. И там была такая ключевая фраза, чтобы достичь каких-то высоких результатов, нужно поставить цель за пределами ваших личных интересов. Вот у меня к вам вопрос. Внимательно просто, потому что это очень серьезно. Есть ли у вас такая цель, которая за пределами ваших личных интересов? Немножко подкоррентирую. Автор Тарасов, да? В неправильном случае. Сказана она таким образом, дословно цитирую. У каждого человека должна быть жизнь, которая лежит за пределами его жизни. За пределами жизни. Не интереса. Цель. Извиняюсь. Цель. Спасибо. Цель за пределами жизни. У меня есть цель, конечно, которая лежит за пределами жизни. Почему Тарасов так говорит? Я с ним обсуждал этот вопрос. Это мой наставник, мой учитель. Он пояснил, что несчастлив тот человек, который достиг цели при жизни, можно сойти с ума от того, что завтра нечего больше хотеть. В буквальном смысле этого слова. Поэтому ты делаешь цель таковой, такой большой и масштабной, чтобы она всегда лежала за пределами жизни. Чтобы тебе не хватило жизни на ее достижения. При этом все, если ты хочешь делать какие-то определенные выводы, убери свой личный интерес. Многие из нас очень часто слышат объяснение любого менеджера в компании только потому, что этот вопрос касается его, когда он на черное говорит белое. Мы же много раз это проходили. Почему ты не выполнил вот это? И он начинает рассказывать, кто-то этот виноват, кто-то виноват, кто-то виноват. Почему? Потому что у него есть собственный интерес. Какой его интерес? Меньше работать, больше получать, не брать на себя ответственность. Есть набор интересов. Смотрите, ни один из них не совпадает с вашим, как с работодателем, либо как с командиром определенной команды, либо как с лидером определенной команды. Поэтому убирайте их личный интерес и ставьте себе им цель, которая должна лежать за пределами жизни. У меня такая реестра. Спасибо, следующее. Чем стоит заняться сейчас, чтобы через 10-20 лет быть в топе? Я думаю, что нужно внимательно смотреть на тренды, которые будут максимально ликвидными через 3-4 года. В недавнем интервью Big Money инвест-директор Mail.ru сказал на самом деле гениальную, простую, понятную, как для него инвесторских мозгов фразу, которая для меня послужила открытым. У меня есть возможность в рамках Big Money общаться с умными людьми. Конечно, я им задавил вопрос и пользуюсь своим служебным положением. Где-то внутри интервью, а где-то я за его пределами. Я ему говорю, куда сейчас инвестировать? Он ответил очень правильно, в то, что будет через 3 года в топе. Если сейчас в топе деливери, фут-деливери, любой, какой бы он ни был, в каком бы он ни был виде, то сейчас выигрывают те, кто 3 или 4 года назад инвестировал в эту историю. Если 2 года назад в топе было, например, электронное такси, в эту вебель, которое можно достать, да, юбер, модель юбер, то, соответственно, юбер просто, несмотря на свою убыточность, вперед невероятными темпами в креме. Если вы меня спросите, а что будет популярно через 3-4 года? В популярном смысле денег. Садитесь и размышляйте, что люди, когда проедут на такси, когда им привезут бесплатно пиццу, когда у них в их телефоне будет что-то, что они смогут сделать. То есть сервисные службы растут сейчас огромными темпами. Банкиры внутри, заказать еду, возможно, вызвать юбер, то есть все, что угодно, есть в вашем ибре. То есть, другими словами, твоего бизнеса не существует, если у тебя нет в первой закладке айфона, у большинства людей земли. Поэтому смотрите, что люди будут делать через 3-4 года. Как только вы это сделаете, как только вы решите эту задачу для этих людей, а возможно для себя, а потом для этих людей, к вам придут инвесторы. Я точно могу сказать, что такое количество бабла, которое есть сейчас в диджитале, его не было никогда. То есть все, наконец-то, поняли, что мир стремительно диджитализируется, превращается в огромную цифровую деревню. Что по состоянию насилия, я, кстати, встал в кромку, торопился, пришел сюда пешком. Я не знаю, сколько я встретил или берет доставки на улице Кима. Просто огромное количество пообещаний, все жрут бесконечно вообще без остановочек. Потому что далеко ехать, потому что это неудобно, а удобнее в офисе. Не важно. Этот сервис решает их задачу. И он максимально капитализирует. Проанализируйте, вернете завтра в офис. В 9 часов вечера выключите на секунду телефон. Выключите все, что вас отвлекает. Побудьте 10 минут наедине с собой. Задайте вопрос, что будет через 3 года. Какие у вас будут задачи? В космос лететь? Идите конструировать ракету, как Илон Маск. Что у вас, какая там будет задача? Я не знаю, автоматизированный какой-нибудь, не знаю, криптовалюта, как форма расчета? Думайте на своих криптовалютах. Это будет телеграм-канал? Думайте, какой он должен быть через 3 года. Как только вы это придумаете, запланируйте, расписывайте визию, ставьте себе цель, подтягивайте ресурсы, находите инвестор, вернее, они сами придут и двигайтесь вперед. Очень надеюсь, вас увидят через 3 года на этой сцене, как, например, изобретателя, не знаю. Человеки хорошего. Что делать с теми сотрудниками, которые не устраивают? То есть, есть какие-то вещи, за которые не получают последнее предупреждение и за какие вещи ты обращаешься с ними сразу? Я считаю, что с победой понятно, что делать. Капитализируем не дальше. С поражением понятно, что делать, извлеки уроки, не повторяя ошибок, иди дальше. Потому что залипать в этом поражении это плохо, теряется энергия. Я никогда не понимал, что делать с переходным состоянием. Вот что делать, когда это не победа, не поражение? Люди, на самом деле, процентов 95 в мире живут, к сожалению, вот в этом переходном периоде. Я там с понедельничка чем-то займусь, после Новогодика, после праздничка. У нас с Нового года начинают говорить, давайте после Майдии. Поэтому я рекомендую не залипать в переходном состоянии, максимально обостряться. Если тебя не устраивает человек, максимально обостряйся, поднимай планку, давай ему задачу, выводи его метрики на себя и смотри, как он работает. Меня зовут Александр. У вас основной бизнес производит алкогольные напитки, продукт, который чаще не полезен людям, чем полезен. Я тоже продаю алкогольные напитки. Не грызет ли вас червячок о пользе продукта? Червячок меня грызет. А если грызет, как вы с этим справляете? Что тебе сказать следующее? Один случай рассказывал, но очень показательный. Есть Деркач, который производит Андрей Павлов Деркач. Он на Фейсбуке есть интересный парень. Он пишет о молочных продуктах. Читаю у себя. Заходит какой-нибудь малоприятный человек с плохо скрываемым раздражением. Пишет у меня на страницах, как вам не стыдно, как вы могли и так далее. Я собираюсь там на чему-то отвечать. Думаю, выгодит немножко и потом ему отвечу. А ответить я ему собирался буквально следующее, что все есть я, все есть литарство, что обвинять в том, что это неправильно. Так можно диджей не обвинить в том, что кто-то сел в какой-нибудь ускоритель на его дискотеке. Или там Тойоту обвинить, что где-то произошла авария. Обвинить нужно или медом кто-то объелся и у него там гидримический индекс подпрыгнул. Захожу к Деркачу почитать, что у него этот же человек на странице производителя молочных продуктов пишет. Как вам не стыдно, вы подонат, молочные продукты это вредно и так далее. Вообще не обращаю на это внимание. Я не знаю ни одного человека, которому по второшему запуску раз в неделю повредило 100 граммов приводит. А сколько всяких замечательных счастливых моментов романтических подшарпанств или просто классных подвину происходит. Но это же нормально. Не знаю, Иисус Христос, напоминаю, своим ученикам говорил, принесите вина и сына. Это в Библии описано. Поэтому предлагаю вообще по этому поводу не заморачиваться. Если у тебя есть хейтер, он точно так же будет предъявлять претензии в Тойоте, Диркачу и Немер. В зависимости складывается из принятия решения ежедневно. Как вы принимаете решения? У меня есть, нужно, во-первых, всегда изучить, я рекомендую, потому что я, например, силен за одним так называемым. То есть, либо я принимаю решение мгновенно и есть интуиция, которая мгновенно подсказывает решение, либо мне нужно подвиснуть, подумать, поразмышлять и вернуться. Я себя уже изучил, я достаточно длинную жизнь прожил. И как только ты себя изучаешь, ты понимаешь свои главные сильные качества, как и слабые. Потому что все проблемы компании это ярко выраженные психологические проблемы ее руководителя. Это я, в этом я точно говорю. Вы должны быть психологически здоровы, вы должны быть уверены в себе, вы должны четко понимать, куда уйдете, вы должны четко понимать свои задачи, вы должны быть максимально синхронизированы с задачами компании. И тогда решение, или выбор, который происходит каждую секунду, вы будете делать осознанно, быстро или медленно, в зависимости от того, как действуют нейроны вашего мозга. Изучите себя, ведите журнал, это, кстати, классно работает, записывайте, где вы были хорошие, где вам было неправильное решение, где вы были достаточно медленные, но от этого стало лучше. Ведите журнал, когда у вас появится статистика, любое решение принимается на основании статистики. Когда я начал записывать свои решения и результаты от них, то я вдруг определил, что мне нельзя принимать решения в среднесрочной перспективе. Я могу принять либо мгновенно, либо зависнуть, допустим, на неделю, на 10 дней, подумать и вернуться с ответом. Потому что есть вопросы, которые я завершил, это нормально. Определись, другими словами, в чем ты силен и постарайся принимать решения в зависимости от статистики успешности твоих решений. Всем модно сейчас рассказывать о успешном успехе, но в любом случае были бы у вас какие-то трудности. Скажите, пожалуйста, какие были самые большие фокабры и как вы из них выходили? Смотрите, большое количество тренингов сейчас, семинаров о бесконечном успешном успехе. Мы не можем остановиться, мы все время слушаем, насколько успешны люди, как они стали миллиардерами, как они Теслу изобретены, как они айфон изобретены, как они для этого сутер ушел из Стэнфорда. Правда, все забывают, что до этого он только поступил, но все говорят, что не нужно учиться в Стэнфорде и так далее. То есть мы все изучаем пример успеха. Я за то, чтобы изучать примеры неуспеха. Потому что именно в момент поражения уфопа предприниматели раскрываются. Когда ты все время находишься в повестке дня, когда ты успешен, это категорически травмирует твою личность. Каждый предприниматель крупный из списка ФОПС, поверьте мне, проходил такое количество раз полез вибриде, потому что расти и масштабироваться можно только, когда ты в управляемом заносе. То есть если, другими словами, ты идешь теми шагами, которыми ты сейчас идешь и не ускоряешься, ты вряд ли станешь большой компанией. Все они были в миллиметре от банкротства, все они были в миллиметре от общественного порицания, все они были в миллиметре от того, что разойдется их команда, потому что если ты хочешь становиться большой компанией, тебе все время нужно быть в экстренуме, в пике. Что такое пик? Рвутся суставы, рвутся нервы, не удерживают люди. Это каждодневный вызов человека, который строит большую компанию. Поэтому я считаю, что если в компании нет кризиса, создайте его сами, создайте шторм, создайте турбулентность сами, потому что рынок иногда спокойный. и в этот момент немножко начинает дремать ваши энергии, немножко начинает дремать ваша команда. Каждое утро создавайте в компании шторм. Вернетесь завтра, создайте внутри такой шторм, чтобы все вылетали из вашего кабинета, как в жопу раненые светлячки, светясь вообще от людей к вашей торговой марке или к вашему бренду. Вот так это должно работать. Они успокоятся к обеду, собирайте их заново. Очередной шторм. То есть их должно постоянно штормить в хорошем смысле этого слова. Если в компании нет кризиса, придумывайте его ежесекундно сами, потому что только способный участвовать, ну что в момент испытания вы не подниметесь до уровня своих возможностей. Вы упадете до уровня, вы не поднимете до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своих возможностей. Так будет. То есть все время штормите команду. Она должна постоянно нестись вперед. Только в этом случае из нее выкрестависуются люди, которые будут с вами одних и тех же ценностей. Хотите быть большими, все время хотите по краю. Хотите, не знаю, хороший пример, хотите максимально замотивироваться, возьмите большой кредит. Но это супер работает. Хотя я против всяких кредитов, но тем не менее, если кому-то очень спокойно и все нормально, возьмите большой кредит в доллар, отправьте кого-то масштабировать в ваш бизнес. Поверьте мне, просыпаться будете в отличном настроении. Нестись будет ли так, что вас никогда не остановит. Скажите, пожалуйста, год назад вы еще говорили все те, кто бизнесмен идут в инфобизнес, что они хайпятся. Что вы сделаете сейчас здесь? Вау, как что я делаю? Хайп лабу. А что, только инфобизнесмены имеют право на хайп? Я тоже имею право на хайп. Смотрите, бизнес же у каждого, это, нет в бизнесе чистых падений. То есть, это только в кино хороший Шварценеггер убил плохих людей, в конце его встречает мисс мира этого года, когда снимался фильм, и они просила, обнимаюсь, уходят в закат. В жизни бизнесмена чистых побед достаточно мало. То есть, даже если ты сделал что-то крутое, когда ты приходишь домой, к сожалению, твой ребенок очень редко тебе, а может и никогда, потому что самое большое счастье, это когда твой ребенок говорит тебе, папа, ты крутой. Это же самое крутое, это не за какие деньги покупать. Но для этого ты должен быть где-то. И смотрите, тут есть мансенсы, 300 тысяч бизнесов, у меня может быть 5 миллиардов оборотов. Но он сейчас тут, он понимает, что у отец интересен. Он сейчас тут, я уверен, надеюсь, он мне скажет после того, как мы выйдем, папа, ты крутой. Я считаю, что когда у бизнесмена нет или недостаточно чистых побед, а те победы, которые есть, понятны только ему, обязательно нужно хайпиться. И еще раз, я же не инфобизнесмен. У меня нет заготовки, вы видите, у меня нет никаких там слайдов, заготовленных, я не собираюсь ничего говорить то, что не хочу вам понравиться. Я такой, такой и есть. Если это воспринимается, ну супер. Я готов в 2019. Готов ли он ко мне проверить? Немного итогов. Отпускай те, кто тебя не любит. Спокойно, глядя немного свысока. Мир очень несовершенен. Пусть крайние его формы не приводят к истерикам. Никто с тобой контракт на справедливость мира не заключал. Выходи из деградирующих отношений, быстро и без сожалений. Остань рядом тех, кто тебя вдохновляет. Времени на всех не хватает. Место в твоем окружении нужно заслужить. Время единственный невосполнимый ресурс. Здоровье, красоту, эмоции уже можно купить. Дорого, а время никогда. Не думай о секундах свысока. Важна каждая из них. Запомни, ты живешь сейчас лучшие годы своей жизни. Все нравится? Если нет, меняй прямо сейчас все, о чем будешь жалеть уже завтра. Важен баланс. Не верю я в тех, кто с пляжа бесконечно постит фото, как он счастлив в веселье работы. Не верю я в тех, кто только о работе, бесконечно о своих достижениях. И в тех не верю, кто счастлив бесконечно в работе и в путешествиях без детей. Скучай на работе за отдыхом, на отдыхе за работой и всегда скучай за неделю. Не верю инстаграмному счастью многих. Фото красивые, камера айфона позволяет, а глаза пустые, грустные. Не хочу быть таким, только честные эмоции. Пусть лучше меня ненавидят за то, кто я есть на самом деле, чем любят за то, кем я не обрежу. Здоровье не главное, но без него все остальное смысл не имеет. Рано ложись спать, рано просыпайся, много бегаю и только в красивых местах. Поймите качество, что привели тебя к успеху и прокачивая их каждый день. Очень часто люди культивируют в себе не те качества, которые делают их успешными. Бизнес – это математика, плюс маркетинг, плюс интуиция. Все это умноженное на любовь к своему идеальному потребителю. Идеальному, а не к тому, который может расстроить сильно своим внешним видом приличной встрече. Отлично, когда тебе никто ничего не должен и ты не должен никому. Никаких кредитов не давать и не брать никогда. Счастье – это отсутствие несчастья. Призрачный миг закатан на берегу океана, рыбы пойманной тобой, белое сухое, в бокале со льдом, крипча, теплая рука в твоей руке человека, который тебя любит всегда и несмотря ни на что. Потому что все мы одинаковые. Каждый день мы ищем любви. Каждый день сожалеем, что осталось мало времени. Каждый день желаем счастья себе и близким. С Новым годом! Пусть все будет по-нашему в 2019. Будем жить! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова